Приветище! Сегодня мы поиграем в новенькую игрушку, которая релизнулась только вчера и называется она Pacific Drive. Из названия уже понятно, что мы будем путешествовать на тачке по апокалипсису. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними истории про экстренные эвакуации, таинственные исчезновения и необъяснимые явления. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова стеной и установить Олимпийскую зону отчуждения. На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец не закрыло все пункты пропуска. Широкая публика так никогда и не узнала, что произошло за стенами. В общем, мы как бы доставщик, своего рода курьер. Олимпийский полуостров 1998 года. У нас сзади куча барахла. Не знаю, что из этого я доставляю. К югу от внешней стены. Ну, поехали! О, прикольно. Вон там вот заборчик. Паром отъехал. Собственно, мы тут сами по себе. Едем не знаю куда. Вроде рулится, все нормально. Радио играет. И зашибись. О, подожди, вот, включить фары. Вот, фары включать. Э-э-э, стой, 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 куда назад-то? Вот, дворники. Ну, и пока вроде бы все. Побивикать нельзя. В передачу переключить нельзя. Собственно, а что тут переключать-то у тебя автомат? Едем и наслаждаемся природой. Красивой природой. Шикарнейший. Лес. Красота. А, но это зона отчуждения. Так что тут нужно быть очень аккуратным. Вдруг сейчас мутанты по вылазью, там, олени трехглавы или там зайцы, извергающие огонь. Ну ладно, не буду тебя пугать. Я в эту игру еще не играл. И честно скажу, что даже не имея представления и малейшего понятия, что будет дальше. Будем сейчас вникать вместе. Дворники включить, поскольку уже дождь пошел, не вопрос. Чтобы дворники включить, я останавливаюсь. Видишь, какой я водитель. Водятел, а не водитель. Ну, атмосферненько, атмосферненько, ничего не скажешь. Мне нравится. Чувство вождения передается. А, слушай, дворники включить на... Тут и... Я их сейчас выключил. Дождь начал лить сильнее. Вот она стена, ее видно. Та стена, которая ограждает Олимпийскую деревню от остального внешнего мира. Хотя это не деревня. Дождь начал еще сильнее. Идти. Давай фары включим. А, это я их выключил. Они были включены. Короче, надо играть на геймпаде, чтобы не было вот этих вот прерывистых поворотов на машине. Учитывая, что игра именно на тачке, то геймпад тут обязательно прям капец как. А, кстати, я не знаю, эта игра подержит геймпад или нет. Надо это выяснить потом. Ну, как бы мы просто едем. Едем и едем. Из тачки я вылаз пока не могу. Но скоро буду. Ой, 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 отбойник. Чуть в отбойник не уехал. Надо же аккуратнее быть. Туннельчик. Фары у меня включены, мне ничего включать не надо. Но кнопочку нажмем, чтобы обучение нас не мучило. Какую же я стрёмную музыку слушаю. Серьезно. Она усыпляет. Мы едем под вечер, надо что-нибудь энергичное. Опа, радио заглохло. Только я про музыку заговорил. Ну вот. Это, наверное, из-за того, что мы к стенке подъезжаем. Это, видимо, пост. Первый пост. Нам тут надо свернуть. Туда не проехать. Осторожно, написано для тупых. А я еду именно где осторожно надо быть. Где опасно, точнее. Классно передаются все вот эти вот вороны. Летают кочки. В машине очень классно передаются. Ощущается эта вся вот тряска. Ты смотри, что происходит. Что это? Тут только что камни лежали, они исчезли. Эй. А тут что-то странное происходит. Мне не нравится это. Там аномалия. Вон, смотри, 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 что происходит. Мне точно туда нужно ехать. Тем ближе к стене, тем страшнее. Сталкер. Какой-то начался уже конкретный. Я только играть начал. Тут уже все. Тут уже жопа. И страх. Нагнетает, нагнетает потихонечку. Ой, 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 ой. Скорость у нас 20, не знаю, что там, мили или километров в час. Ну, пусть будет. Скорее всего, это мили в час, потому что 120 максимум. Эта карта явно может ехать быстрее. Нам прямо вот сюда въезжать, да? А там, смотри, таблички пишут. Идиоткино, разворачивайся, не едь туда. Не надо тебе сюда. Ты посмотри, что происходит. Искажение реальности. Я заглох. Что-нибудь включи здесь. Нет! Да, я выйду. Выходи, дубина. Что ты сидишь в тачке? Оленевод, реально. Почему ты не начал дергать ручку дверей, чтобы выползти из нее? Тебя всосало в какую-то опасную историю. Слава богу, я жив. Металлический корпус меня спас. Корпус машины. Ха, колеса летают. Радиация. Олимпийская зона отчуждения. А, я понял. Я слишком близко подъехал к стенке. Меня засосало за стенку, скорее всего. Ох, елки-палки. Я теперь радиоактивный, что ли? Типок. Теперь сцать буду, походу, с зеленой жижей. Бег. Я бегу, вот. А стой, а можно колесико толкнуть? О, приколь, колесо. Ты идешь со мной. Куда ты полетела, стой? Я хотел тебя забрать с собой. А, так это запчасти моего транспорта. Ёлы-палы. Вот эту тачку разворотил. А то есть тачку вот так разнесло, а меня нет, да? Нифига себе. Коробки, которые я должен был доставить. В пинг-понг можно поиграть с запчастями от моего прошлого автомобиля. Но я думаю, это не лучшая затея. Вот еще одно колесо. А я расстраивался, что то улетело от меня далеко, высоко. Колесики, вы идете со мной. Вдруг я сейчас по запчастям смогу новую тачку собрать. Меня тут радиация облучает. Я думаю, что это радиация. Посмотри, какое зеленое свечение. Тут очень большое количество радиации. В реальности радиацию ты никогда в жизни не увидишь. Если у тебя нет прибора. Потому что радиация для нашего человеческого глаза неуловима. Я думаю, что нам сюда идти, да? Я же правильно? Пригнуться. Вот так вот. Намочил ножички. По болоту-то ходить. Я же не в сапожечках. Какой я смазливый мальчик, да? По болоту он тут, понимаете, или ходит не в сапожках. Что тут у нас? Я думал, табуретка посидеть. А то я уже устал. Пинок. Вот это мне не нравится, конечно. Я пнул, оно развалилось. Хотя бы, блин, ногой бы пнул. Анимацию ноги нарисовали. Алло, меня кто-нибудь слышит? Прием. Готов поклясться, что... Ай, не важно. Фрэнсис! Радар барахлит опять. Сколько еще ждать, пока ты настроишь эту рухлить? Тачку нашел. Забавно. И поскольку мы слышим радиосвязь, это говорит нам о том, что тут, в этой зоне отчуждения, есть выжившие. Мелик. Хиты. Написано. А где радио? Оно же явно в тачке. Так. А это что такое? Ужасно. Какие-то штуки в тачке. Как будто кокон... Яйцо чужого. Блин, а как в тачку-то залезть? Ну, я же слышал радиосвязь. Установить колесо мне нужно. Вон, написано. Надо читать то, что написано сверху. Добраться до укрытия и поставить колесо. А вот колесо, собственно, стоит. Поднимаем. Надо... А, зажать нужно. Ух. Все, сейчас от меня сразу половина просматривающих этого видео ушло. Те, кто играли в Pacific. Хотя оно только вчера вышло. Сесть в автомобиль. Смотри-ка. Вот теперь мы можем включить зажигание. Посигналить. Там что-нибудь, там ничего. Включить фары. Где этот? Вот переключатель. Вот, фара есть. Кстати, она, по-моему, у нас одна. Мы сейчас эту тачку будем с тобой апгрэдживать. Да, у нас одна фара. Будем по мере нашего путешествия ее апгрэдживать, улучшать. И вообще, это наш главный корабль в путешествии по этому миру. Поэтому за ним, за этой тачкой, надо следить, ухаживать и апгрэдживать. Включить дворники. Они работают. Это хорошо. Сигнал. Да, точно сигнал вернулся. На связи Тобио с Барловой и Фрэнсис Кук из промежуточной зоны. Сектора В. Меня слышно? Сигнал Б пересходит из внешней зоны. Ты где-то в секторе Е. Фрэнсис, живо сюда. Точит, свой зад. Да, да, сейчас. Это срочно. Бросьте этот интерфометр на секунду. Там что-то есть. Как ехать-то? А вот, передачу надо воткнуть. Все, поехали. Мы живой сигнал поймали, как слышно. Прием. Эй, эй, эй. Эта штука вообще работает. Это бесполезно. Без передатчика мы ничего в ответ не услышим. Кто бы там ни был, не похоже, что это кто-то из местных. Неужели вторженец? Эй! Как тебе удалось пробраться за внешнюю стену? В зоне уже много лет не было посторонних. Живых, по крайней мере. И если мы не поможем, тенденция сохранится. Верно подмечено. Меня слышно! Ты в большой опасности. Когда нестабильность столкнется, тебя переломит быстрее, чем кусок говядины в мясорубке. Ближайшее убежище в паре милинг к востоку. Совет поспешить туда. Ну, я, в принципе, еду потихонечку. Помаленечку. Карты у нас пока что нет. Так что... Едем на восток в поисках укрытия. Больше нам ничего не остается, кроме как следовать указаниям этих типков, поскольку они здесь уже давно. О, тачку вижу. О, у нас топливо, оказывается, вообще фуфло было. А откачать топливо с тачки? Ладно, не проблема. Мне как-нибудь ручник надо поставить, чтобы тачка не уехала. Она же может уехать или нет тут? Как бы логично, да, что тут передачи переключаешь, и что если ты не включишь... Сейчас, подожди. Я попробую, можно ли тут тачку-то? О, да! О, да! Ее здесь можно толкать, и она скатывается с горки. Ништяк. Как это я залез спиной сюда? Ручник врубаем. Так, поискать канистру в багажнике. Не вопрос. Вот она, скорее всего, да. Это было похоже сразу на канистру. Ха-ха-ха, я считал, что это кокон чужого. 20% уже есть, 30, 40, 50, как быстро качается. Может, еще колесико отсюда стрельнуть? Запасное все-таки будет. Нет, походу. Не стрельнем. Как она ярко светит, слушай. Хорошо. Закачиваем сюда. Откачал-то я быстрее, чем она заправляет. И эта тачка поехала, само собой. Не едь, пожалуйста, никуда. Я тебя все-таки заправляю. Все. Я заправил там, по-моему, на 35% бак свой. И можно ехать дальше. Ой, батюшки, что такое? Заводи двигатель скорее. Поехали нафиг отсюда. Поехали, газой. Ну нафиг. Что, что здесь? А, ну да, они же мне сказали по рации, что тут аномалия. Эй, 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 придержи коней. Опять на спектрометре этот самый сигнал. Я уже видел волну такой формы. Ну где? Ха! Ну, может быть, это отголосок, что ли? Невозможно. И здесь сто лет не было. Глянь на этот спектральный исследователь. Скажи мне, что он точно не совпадает со следом отголоска. На что действительно стоит посмотреть, так это на скорость, с которой движется торженец. А, если отбросить, то насколько маловероятность. Я бы сказал, что он движется со скоростью. Ну нет, то есть мало того, что вторженец нашел отголосок, так это еще и машина, что ли? Мать честная. В зоне столько лет не было рабочих автомобилей. Покопаться бы в его движке, разобраться, как он вообще еще на ходу. Давай не забегать вперед. Для начала убедимся, что вторженцу ничего не угрожает. А потом посмотрим, отголосок или нет. В глубине души я уже знаю ответ. Они вернулись! Так, я не понял, тачка отголосок или я отголосок по итогу? Или вообще мы не отголоски? А за нами гонится кто-то? Возможно, отголоски. Вот это вот, это что? Может, это отголоски? И если это отголоски, то как он влияет на наше здоровье? Жми на кашетку! Погнали, погнали, погнали! Не стоим на месте, ты что? Нам уже плохо, мы только туда въехали. Когда доберешься до убежища, сразу же заходи внутрь. Офи незваных гостей не любит, но даже злая Офи предпочтительнее нестабильной зоны. Ну вот. Надеюсь, что эта Офи не встретит меня с дробашом. Ворота сшибаем. И вот оно, наше убежище. Доехали. Кажется. Что-что-что-что произошло? Гараж Офи. Колесо отвалилось. Ха! Да, но мы сейчас попробуем доехать до колеса все-таки. Ой, какой скрежет под нашим корытом-то. Втыкаем ручник. Выключаем двигатель. Выходим и смотрим на то, как развалилось. Ну я же открыл, ладно, выходи давай. Да, хреновенько я зацепил колесо, получается. Повешу канистру сюда, пожалуй. Здесь отличное место. Почему она именно на слизи крепится? Не ясно. Сейчас я колесо возьму, а оно уже не берется. Типа все, с концами оно грохнулось. Ладно, Офи, привет. Найти способ попасть в здание. Так я уже внутри. Включить питание. Щелкните выключатель. Выключатель, где красная лампочка, это вот он. Включилось. Надеть рюкзак. Найти его можно на столе. Кто здесь? В гараж. Кто-то проник? У тебя пять секунд на то, чтобы отсюда убраться, иначе я... Ох, боже. Голова. Экстренное сообщение. Эй, приветики. Внимание, внимание. Это сообщение для доктора Афели Тернер. В ваш гараж по официальному поручению касательно зоны прибыл вторженец. Мы имеем серьезное основание полагать, что данный индивид обнаружил отголосок, принявший форму автомобиля, и... Не упоминая отголосок, ведь до него нет дела. А, да-да-да, как я и сказал, супер-официальное поручение касательно зоны. Согласно протоколу, вы обязаны помогать вторженцу, пока мы его не заберем. К случае отказа, эту чистоту займет полный пересказ лично мной написанных стихов. А их за 10 лет набралось на 17 томов на минуточку. Этот голос, как из гвоздометов череп. Очередное вторжение, значит. Как же до вас не доходит, что бюро эту трехсотметровую стену не просто так построило. Или ты из тех визунчиков, которых сюда не по своей воле закинула. Хотя, стой. Я только что вспомнила. Мне плевять, как тебя сюда занесло. Тебе здесь не место, так что я бы любезнейше попросила тебя убраться из моей зоны. Только вот внешняя стена одинаково хорошо не пускает внутрь и наружу. Придется найти тебе другой выход. Начни, пожалуй, с ремонта машины. Только постарайся не разнести гараж своими хлипкими ручонками. Нет проблем. Сделаю все в высшем разряде. Что еще? Нужна помощь? Где-то в гараже лежит гарнитура. Надень ее. Встроенный датчик, определись, что нужно починить. Это она моему по заплетавшемуся языку поняла, что мне нужна помощь. Ладно, вот она гарнитура. Я ее уже давно присмотрел. Надеваем. Механическое око. Поправить здоровье на станции первой помощи. Лады. Я ее тут уже приметил. Ох, хорошо-то как стало. Починить автомобиль. Затянуть автомобиль внутрь. Как мы это сделаем? Интересно. Сперва нам нужно колесо поставить обратно. Кстати, а где оно? Эй! А где мое колесо? Оно где-то ж тут валялось. Туда? А с чего это оно вот сюда улетело? Как это так возможно? Странно. Кто-то взял и перенес мое колесо, пока я там внутри слушал радио. Все. Мне почему-то показалось, что мне нужен этот... Который болты закручивает. Так нарисовано, что можно снять, если что. Ага. Ясно. Летняя шина. Износ у нее наполовину. Окей. Дальше. Мне нужно заехать в гараж теперь. То есть туда. Тетя добрая разрешила мне это сделать. Поэтому воспользуемся этими условиями. Попробуем обградить тачку. Да господи. Я так и не наловчился еще залазить в нее. А, ну вот смотри. Нажми Е и Е, чтобы вылезти. Все. Надо два раза, короче, нажимать. Заводим двигатель. Бензо у меня уже капец как мало. Скоро опять заправляться надо. Задний ход в зеркало. А, тут радио. Тут нет зеркала заднего вида. Окей. Я понял. Значит, буду башкой вертеть. Отряжаем назад. И заезжаем туда. Все довольно просто. Я так полагаю, что тачка у нас переднеприводная или заднеприводная. У нас не полный привод, поэтому заезжать куда-то глубоко не стоит. А то мы застрянем и будет жопа. Парковочный сенсор. Открыть. Как мне открыть парковочный сенсор? Сейчас мы будем с этим разбираться. Вот, теперь вылазим. То есть открываешь дверь и нажимаешь еще раз на есть, чтобы вылезти. Все. Надо не тупить. Открыть интерфейс гарнитуры. Я подключил геймпад. Вот, он тут есть. Вот он наш инвентарь. Рюкзачочек. Кустарная дверь. А, это крафт. То есть мы тут вполне себе можем и крафтить аптечки всякие. Этот старый потрепанный кусок железа можно открывать и закрывать. Еще он не пускает внутрь ветер и дождь. В общем и целом, он со скрипом, да, соответствует всем техническим параметрам, чтобы называться дверью. Ясно, для этого нужны металлолом, пластмасса, изолента, осколки. Закрепить в списке. Закрепляем. Теперь все это дело собираем. Пошли. Там что-то есть. Ага, мы вот эту сейчас рухлить будем разбирать, чтобы у нас были запчасти. Нет проблем. Начнем с багажника. Просто его отрываем, но прежде можно исследовать. Ага. И нам говорят, что для этого нужна монтировка. Понятно. А если пнуть? Мы пинаем, но ничего не происходит. Тогда пошли искать монтировку. Монтировочка. Кстати, а если я пну по своей тачке, по колесу? О! Нифига себе! Свою тачку я могу еще... Диагностика. Пнуть автомобиль пару раз. Глядишь, поможет. Да, я еще и ачивку получил. Значит так, смотрим, что в ящике у нас. Как раз таки монтировочка. Забираем ее. К себе. Там еще и изолента есть. И... Подожди. Я забрал. Вот это что у нас? Набор основных рабочих инструментов механика. Ага. Ясно. Все, в принципе, у нас имеется. Теперь снова открытие инвентарь. Нам нужно взять монтировку. Экипируем ее в ручку. Все, пошли. Half-Life 2 начало. Отрываем, значит, багажничек. Тут у нас лежит что? Оборудуемый источник света. Куча вполне пригодных осколков. И все одно и то же, да по тому же. Лады. Дверь мы тоже можем отсюда снять, в принципе. Потому что у нее есть прочность какая-то. А, ну то есть я эту дверь просто ломаю и все. Она сейчас... А вот тебе металлолом, пожалуйста. Забирай это все в рюкзачок. Вот так-то. Подожди. Но я хочу, короче, назначить лом себе на единичку. Чтобы я всегда его мог доставать. То есть вот. Как бы если я ломаю дверь, то у меня ломается и лом. У него тоже есть свой запас прочности. И, кстати, можно отсюда откачать бензин. И он тут чуть-чуть есть. Поэтому надо вернуться к тачке, взять канистру и откачать. А тут у нас что? Мусорка. Ох, елки. Ох, елки, она живая. Живая мусорка, которая выплюнула мне утилизатор. А вот и он. Значит, утилизатор у нас выглядит вот таким вот образом. Теперь мне нужно снять колеса, панели и двери с брошенного автомобиля. Нет проблем. Мы просто зажимаем кнопку и все это дело пилим. Правильно же? Плохо, конечно, пилиться. Колеса. Отлично. А, подожди, мне снять колеса надо было, а не утилизировать. Окей. Как нам это сделать? Тут колесо вообще в говнище. Стой, подожди. Я последнее колесо, которое нормально было. О, я его взял и распилил. А может так и надо было? Крышку багажника еще можно подрезать. Ну, раз мы уж начали металлолом-то собирать, то что бы и нет. Ну и все. А каркас тачки, он как бы, он пилится, но шкалы прогресса нет. Поэтому портить инструмент не будем. Собираем, значит, вот это вот все. Все, что мы тут можем подобрать. Потому что нам это нужно. Для выживания и апгрейда нашей тачки. Что, все? Я все же собрал? Да! То есть не снять надо было, а распилить, утилизировать и, собственно, в рюкзах. Теперь создать кустарную дверь в гараже. Сейчас сделаем. Не вопрос. Вот он, верстачок наш. На нем мы будем мастерить. Создаем. Она у нас готова, в руке держится. Я же правильно понимаю, что это задняя? А, боковую мы дверь сделали. Хорошо. Давай приштопаем. Есть! Нормалек. Теперь заднюю дверь еще хочу сделать. Но мне нужно найти ремонтную пасту в шкафчике. Если на полное техобслуживание нет времени и ресурсов, этот набор подручных средств поможет протянуть еще немного. Забираем. Химикаты, аптечка. На некоторых языках ее по традиции называют запасной шиной. И все, она... Короче, запаска заняла одну руку. Ладно, ее надо положить в багажничек, я думаю. Открыть инвентарь. И что мне тут сделать в этом инвентаре? Вот у нас, кстати, карта. Мы находимся вот здесь, где нашу машинку. А ехать нам теперь вот сюда надо. Три часа езды! Да вы что, с ума сошли? Это же, блин, не симулятор дальнобойщика. Так, получается, мне нужно достать ремонтную пасту. Где она у нас тут? Вот она. Берем в руки. И что? Починить автомобиль с помощью ремонтной пасты. Структурные детали. Какие именно? Вот это вот мне надо починить. Этого вообще нету. Заднего усилителя бампера. Плюхнул немножечко красочки. Смотри, ржавчина сходит с этой детали. Прикол. Можно еще вот эту дверь починить. А сколько у меня пасты? Ну, в принципе, хватает. Слушай, классно выглядит, я тебе хочу сказать. Отличная паста. Давай сейчас... Нет, сюда не будем плюхать. На капот плюхнем. Видимо, короче, радиация очень сильно подъедает мою машинку. Тут у нас нормально, тут нормально. Ну, что хочу сказать. А можно вообще прям, чтобы краска восстановилась? Это реально сделать? Я думаю, что нет. О, гляди, колеса можно чинить ей, что ли? Ничего себе, и колеса чинит. Вот эту вот летнюю шину сейчас починим. Потому что что-то с ней, видимо, не то. Который у нас вечно отваливается. Кстати, а что за значок вот у нее? Это у нас летняя тоже шина. Вот значок в красном кругляшке. Что он обозначает? Расскажите мне. Типа, что это колесо надо срочно поменять или что? Бампер надо еще тоже отремонтировать. Вот так вот. Тут у нас колесо вообще подспущено. Его подкачать нужно. Надо посмотреть вот это колесо. И что я обнаружил? Шина пробита. Починить набор герметика нам поможет. Это сделать. Давай посмотрим, есть ли у меня герметик. Герметик, герметик, герметик. Ну, в общем, у меня здесь что есть? Изолента и куски синтетической резины. Мне нужно создать как-то этот герметик. Пойдем к верстаку. Уверен, что возможно что-то нам тут... Так, аптечка, утилизатор, набор механика. Вот, набор герметика. Изолента. Еще один кусочек изоленты нам нужен. А где же его достать? По ящикам поковыряться еще? Да нет проблем. Сейчас я все смотрю. Кстати, пока мы тут бродим, ходим. Надо не забыть откачать топливо с этой машинки. А то я потом уеду так и забуду. А бензин нам тут очень важен. Очень важен. Спасибо. Какой ветер. И вообще, что с погодой произошло? Буквально минуту назад было все ок. Мне нужно срочно вылить топливо. Ну что, у нас половина бака. Это здорово. Приклеиваем обратно эту штуку. Все, тут обрызгал, короче. Ух ты, подожди. Тут холодильник стоит. Ясно. Компьютер работает. Обалдеть. А как это он работает тут? Можно даже его отсканить. Давай распилим. Вот так-то. Микросхемки всякие есть. Здорово, что? Электронику набрал. О, так я еще и тачку тут не до конца распилил. Надо это дело исправить. Вот тут-то изолента и найдется в колесе, скорее всего. Да, вот она изолента. А, это я даже не колесо распилил-то. А всего лишь навсего крыло. Ну, получается, у меня все теперь есть для герметика. Сейчас я тут еще пошарюсь. Может, я что упустил. Заметил вот эту дверь. Ее не открыть. Можно просканировать. И мне заперто. Починить ударным молотом. А распилить никак? Нет, она не пилится. То есть, мне по-любому нужен ударный молот. Поищу его, пожалуй, где-нибудь тут. Нашел еще одну дверь. Но она уже заперта кодовым замком. Блин. Скорее всего, код можно найти где-то здесь. Либо выломать эту дверь, может быть. Тоже молотом или еще как-нибудь. В общем, подумаю над этим вопросом. Вот эту дверь можно выломать монтировкой. Надо это сейчас попробовать только с другой стороны. Вообще по... А! Ясно. Туда мы не выйдем. Надо делать это вот таким вот образом. Отлично! Теперь мы можем выйти сюда. На эту сторону. И что мы тут видим? Ну, тут заправка. По крайней мере, то, что от нее осталось. И дорога. Но на тачке я сюда... А! Ну, если вот эту дверь открыть, то можно здесь проехать. Почему бы и нет? Давай, наконец-то, сделаем уже этот герметик. И распрощаемся с ремонтом моего колеса. Создать. Ничего себе, он в виде ствола, что ли? Ха! Лечим колесо, что? Это... Это как? Погоди. Починил. Просто по кругу его пеной запенил, и все. И нормально вроде бы. Теперь. Просканировать плохо закрепленное колесо. Достать набор механика. А! Его нужно закрепить. Вот что означает красная вот эта штука. Набор механика. Вот он у меня есть. Давай чинить. Просто постучал. Можно было и попинать. Какая разница? Так, ну что дальше у нас? Установить картонные коробки в багажник. Ага. Как мы это сделаем? Где мне нужно... А, вот. Есть картонная коробка, видимо. Я ее беру. И кладу сюда. Но зачем? Нафига? Скажите мне на мел... А, тем самым у нас появился багажник. Все, до этого его не было, пока здесь не было коробок. А теперь есть. Установить ремесленный коврик в багажнике. То есть... То есть... Ремесленный коврик. Это оно, да? Это оно. Хорошо. Устанавливаем. Теперь у меня есть верстак в тачке. Ах, да. Где-то в гараже должен быть мой адаптивно-резонансный конфигуратор для краткости ARC. Подключи его. Это он, да? Давай это сканируем. А, РК. И... Установим его вот сюда. Нифигасе. У меня теперь компьютер есть. Прямо в тачке. Это чудо не только станет тебе проводником. Это твоя путеводная виза. Единственное, что способно вернуть тебя домой в сохранности. Отец, сын и Святой Дух в одном корпусе. Надеюсь, я достаточно наглядно передала мысль. Я собрала его лично. Если сходу не помрешь, потом расскажу, что он еще умеет. Ну, выглядит, конечно, он круто. Ничего не скажет. Найти схему шестерни возле входной двери гаража. Она... А, схема? Нифига себе. А, ну вон оно, как открывается. Схема ударный молот. О, это то, что мне нужно. То, что я искал. Заполнить бак на бензоколонке до... Ну, побольше, короче, надо заполнить. Берем, значит, шланг и вставляем сюда. Сейчас до 100 заправлюсь, вообще огонь. Ништяк. Чувствую себя реально, как будто на станции техобслуживания. Теперь мне нужно нажать на рычаг, чтобы зарядить аккумулятор. Заряжай. Посмотри на проекцию на стене. То есть вот на это, да? Ну, в принципе, и на 100% везде все. Все хорошо. Но я не готов отсюда уезжать. Выбрать точку назначения на карте. То есть здесь. Куда мы поедем. Погоди. А если я открою обычную свою карту? Вот карта маршрута. Мне бы вот сюда как-то доехать. Ну, в общем, пока ладно. Хочу... А, вот где нужно маршрут построить. Не там. Это зона. Все, что находится в ее границе, больше не в состоянии сохранить первоначальную физическую форму. Другими словами, абсолютно все здесь постоянно меняет размер. Форму, даже молекулярный состав. Одна миля леса может в одночасье стать десятию милями болота. И наоборот. Это происходит постоянно. Причина тому, так называемая нестабильность. Она здесь повсюду. И когда на твоих глазах она сожрет целую гору, ты поймешь, что с ней лучше не связываться. Выживаем мы здесь только благодаря карманам стабильности. Ты сейчас тоже находишься в одном из таких карманов. И можешь видеть их на составителе маршрута. Если надеешься выбраться из зоны, нужно собрать новую антенну. Без нее ты не сможешь определить безопасный маршрут за пределами текущего положения. Для антенны нужны компоненты, так что придется тебе покататься по зоне. Выбирай маршрут, а РК покажет, куда ехать. Но мне как бы вот сюда. Удачи! Как выйдешь из гаража, поверни налево и следуй по подъездной дороге. Ну я не спешу отсюда уезжать вообще-то. Как мне молот сделать? Вот ударный молот. Газовый баллон и шестерня нужна. А у меня всего этого тут как бы, наверное, и нету. О, вот это что такое? Взаимодействовать нельзя. По всей видимости, я сюда еще могу вернуться в будущем, когда у меня будет все-все-все хватать, и я тогда смогу открыть вот эти замки. Я так полагаю. Ну что ж, ладненько. Поехали. Ёлки-палки. Как он ко мне повернулся? Что, у меня включен ручник, открыты двери показывают. Вот так. Полный бак и вперед. Поехали. Я готов. Нам сейчас надо... Стоп, тормози. Налево? Это если я сюда поверну, там будет вправо, правильно же? А нам надо налево, то есть вон туда. Показывает же тебе значок, тупица, блин. Что ты тупишь-то, реально? Все, прощай, гаражик. Я обещаю вернуться. Надо еще взломать тайные комнаты. Надеюсь, я тут никого не встречу. Ух, как я разогнался. Какая подсветка у меня теперь. Слушай, 60 миль в час я еду. Приборы светятся классно. Это я так полагаю, из кармана выезжаю. А, вон как тут путешествовать. А я думал, я все эти километры сам буду на тачке ехать. Оказывается, нет. Мы просто нажимаем отправиться и все. И вот мы типа поехали. Окей. Разобрались. Радиостанция, спальный район, сырая чаща, внешняя зона. Это все тут. Ну, хорошо, что надо. Раз уж ты тут, недавно постарайся объяснить простыми словами. Прежде чем собирать антенну, тебе нужно найти несколько компонентов. Начнем с плазмы. В лесу полно генераторов плазмы. Проще всего будет ориентироваться на электровышки. Это те антенны, что бьются током, когда к ним близко подъезжаешь. Так вот, рядом с ними всегда будут генераторы. АРК зафиксировал сигнал генераторов плазмы где-то поблизости. Твоя гарнитура оснащена сканером. Проверь им генераторы плазмы, и он определит инструменты. Значит, будем собирать сейчас плазму. Тогда выходим с тачки. Кстати, а вот это что такое? Покажите мне. Оборудованные способности. О, как. Так, ничего активировать нельзя. Способности, собственно, нет. Выходим с тачки. И, я так полагаю, нужно просканировать вот эти штуки все. Это плазма. Ммм, вот-то мне теперь ударный молот и нужно создать. Так, у меня что-то есть верстак. Давай посмотрим. Ударный молот. Газовый баллон, шестерня. Будем сейчас тут это все дело искать. Распиливать и искать. Собрать материал и создать запасные детали. А если вот, вот эта штука распилить это все дело? Нет, так это не пилится. О, кто-то тут уже граффити рисанул. Ух ты. Ух ты, ух ты. Мусор, это мой друг. Единственное, с местом у меня проблематично, но ничего, думаю. Вот это да! Уже самостоятельно разъезжаешь по зоне? Как же быстро они растут. Еще и офис нового штурвала. Давно не виделись, старушка. Я и не надеялся, что после того случая со снежным человеком мы еще когда-нибудь поработаем вместе. А я вот надеялась, что еще лет десять хотя бы не услышу твоего голоса. Что, прайсис наконец сдернулся от твоей болтовни? И тебе, здравствуй, в офисе. Нет, я все еще здесь. Так, что у нас тут? Я тут подобрал рубашку какую-то. Несколько кусков. А, это ткань. Ясно. Изоленту все это собираем. Короче, сейчас будем тут полностью все зачищать, потому что своего рода это же выживалка. Ух ты. Конвертер. Надо отсканить. Конвертер. Надо посчитать в журнале, что такое конвертер. Вот. Личный полевой журнал доктора Афы. Ага. Прилагая схему установки новых компонентов ЛИМ, преобразователей, а также заявление на немедленное увольнение с моей должности в бюро разработки передового резонанса. Эй, водила, тебе наверняка не терпится побольше узнать об отголосках, да? Давай ты не будешь мешать, а? Я тут пытаюсь жизнь спасти. Я только в общих чертах объясню, обещаю. В конце концов водитель уже слушает, значит. У тебя минута. Ну, этого не хватит даже на... 50 секунд. Ла-ла-ла-ла. Короче, отголоски. Если вкратце, это такие странные штуковины, которые могут делать кучу всякого невероятного. Отголоски привязываются к человеку, и ты как раз последняя жертва. Ты и этот автомобиль теперь неразлучны. Привыкай. Тот, кому привязываются отголосок, постепенно становится им все больше одержим. Он подчиняет себе сознание джерджи, пока та совсем не свихнется и не скроется вместе с отголоском в недрях зоны. Еще никто не устоял перед песнью сирены. Ты наверняка тоже слышишь ее все громче. Лично мы сталкиваемся с отголосками впервые, но знаем все, что только можно знать об отголосках прошлого. Один из них, представляешь, материализовался в форме медного чайника. И чай из него. Блин, вот они болтуны. Ну, конечно, дельную информацию не сказали. Тачка, значит, привязана ко мне. Все ясно. По поводу вот этого конвектора, я так и не понял, нафига он тут сдался. Написано, что это устройство, шаг навстречу той, которая помогает преодолеть разрыв между доступными материалами и нашими воображениями. Что я из этого должен понять, фиг узнает. В общем, продолжаем тут все ломать и изучать. Кстати, тачка стоит. Из нее вполне можно что-нибудь вытащить. Да, точно, ее можно покромсать. В баке есть бензик. В багажнике у нас тут куча всего, в том числе и изолента. Надо все это дело забрать. Ага, не помещается. А если вот так? О, все складывается. Что? Что не помещается-то? Ударный молоток я думаю, что уже в принципе могу сделать. Попробуем это сейчас реализовать. Потом еще лампочки вот эти надо будет открутить. Почтовый ящик что-нибудь есть в нем? Нет, это просто почтовый ящик. Верстачок, ударный молоток. А, еще не все собрал, значит я. Ладно, продолжаем пилить. Ломать лампочки. Вот, газовый баллон. Я же их подбираю, правильно? У меня их уже приличное количество. И в прошлый раз я тоже их подбирал. Разве нет? Ну-ка, давай еще раз посмотрим. Непонятно, видимо, какие-то другие баллоны собираю. Собери нужные материалы. Не волнуйся. Все, что ты найдешь, уже давно не все. Машины, дома, блокпосты, лаборатории. Все они забросаны. С 87 года, когда зона закрылась. Даже если ты их не отпистишь, это за тебя сделать следующая волна нестабильности. Так что бери все, что приглянется. Да, спасибо, что разрешила, друзья. Нашел я эти газовые баллоны, но только надо вот местечко тут немножечко почистить. Так, вот это вот надо перевернуть, чтобы вместо... Хотя можно и не обязательно переворачивать. Можно и так оставить. Пойдем. Газовый баллон... А, стой! Я же здесь такую дверцу видел. Но я ее не открыл. Кстати, фонарик у меня есть. И вот еще что-то у нас тут есть. Забираем все. А, смотри-ка. Тут заперто. Это все дело можно открыть монтировкой. Так, отлично. Химикаты. Газовый баллон. Один из двух. И еще один нужен. Хотя нет, в принципе, я уже все собрал. Баллон нужен был один. Вот, я еще соберу вот это вот. Пригодится мне это. Что тут у нас? Забираем. Ну, по идее, лутается тут все быстро. Это мне нравится. Ух ты, елки. Револьвер нашел. Поместится мне это все куда-нибудь? Если я разверну вот эту штуку, то поместится. Что-то еще мы тут... Эмэем. Есть. О-о-о-о! Нифига себе! Еще что-то интересное. Какая комната? А, это душ. Поэтому тут такая дверь. Еще тряпки и стекло. Ну, в принципе, я все собрал. Но есть еще вон та часть. Там домики, машину надо распилить. Поэтому сейчас пойдем туда. Но не забываем, что нам нужна плазма. В первую очередь ударный молот. Шестерня. Не хватает шестерни, но мы ее можем же сделать. Вот она, шестерня. Создаем. Две штуки. Теперь ударный молот. Готово. Во! Теперь он у меня в руках. Выглядит, как огромный огнемет. Что ж... А, стой. Мне же надо из суммарей все вытащить. Секунду, минутку. Вот это у нас что такое? Катушек одного из самых эффективных проводников. Пока мне это не надо. Это револьвер. Я им реально могу стрелять и взаимодействовать или нет? На троечку. Да... А, это ракетница. Это не револьвер. Тьфу ты, ну ты. Закидываем это все тоже сюда. В багажник. А это я подбираю. Это нам сейчас нужно. Чтобы сломать генератор плазмы. Ох ты, елки. Ничего себе. Сколько оно места занимает? Ага. Все-то ничего. Дальше вон ту плазму надо собрать. В принципе все получится. А нет, тут еще где-то плазма есть. Ну, выходит, что надо теперь сюда дуть. Ну, раз мы пошли сюда, надо все это дело распилить. И собрать. Правильно же? А то что без дела тут валяется? Что-то в двигателе есть? А тут двигателя, да-то, и самого и нету. А чем это я? Колеса снять тут. Их, в принципе, тоже нету. Это просто рухлить. Сломалась. Сломалась эта штука. Надо новую сделать. Потому что без нее я добыть ресурс. О, и тут рухлить тоже вон стоит. Как же так? Как же так я ее пропустил? Утилизатор. Создать новенький. Вот он. Новенький утилизатор. Давай пилить. У нее тут, кстати, колесо даже есть. Пилим. Еще топливо надо отсюда забрать. Ничего себе у нее бак. Но одну четвертую полон. Обалдеть. Сейчас, конечно же, откачаем все это дело. Сбекаем только лишь за бачком моим. И надо выгрузить опять барахлишечка. Как бы вот так вот. Все место освободил. Зашибись. Тут шестеренку еще надо не забыть подобрать. Откачиваем бензик отсюда. О, паньки. Канистра заполнилась. Все откачать даже не удалось. Ну ничего. В два захода сделаем. А мне вот интересно. Этой штукой можно дерево распилить? А что такая пила типа мощная? Нет. Дерево ты тут не сможешь распилить. Елочка нарисована новогодняя. И огонек какой-то у нее страшный. Ну все, бензин я отсюда по максимуму откачал. У меня теперь полный бак в тачке и в канистре. Так что про бензин мне можно теперь не беспокоиться какое-то время. Бежим теперь к этим зданиям искать плазму. Оно тут есть вообще? Неплохо было бы фонарик себе сделать. Что-то я сейчас об этом задумался. Ой, нет, отсюда мне забрать надо. Отсюда. И сюда. Ага. Есть телевизор. Распилим это все. Not bad. И в принципе в гараже больше ни черта нету. Хотя вот холодильник какой-то. Это что у нас? Пилюли для здоровья. Заберем. А, это консервы. Я так полагаю они так же работают как и пилюли. Восстанавливаю здоровье. Тут все. Идем сюда теперь. Нам сюда как-то надо попасть. Но тут все ограждено. Ух ты. Елки-палки. Что это? Это зона нам так препятствует. Правильно понимаю? Вы покидаете стабильный участок. Ага. Туда лучше не заходить. Ясно. Попробуем, значит, вот эту сеточку сейчас распилить. Может проканает. Или пнул. А, просто ногой пнуть можно было. Что-то, ну-то. Телевизор еще один рабочий. Показывает там что-то. Все собираем. Да уйди ты, сетка. Не мешайся. Рубашечки, ткани. И всякая барахлишечка. В мусорке у нас. О, магнитофон. Распилим. Мусорка у нас не пилится. Так, что в магнитофоне было? Всякий цвет мед. Полезный. Пожалуй, вот эту сеточку тоже отпнул. Чтоб не мешалось. О-о-о. Телефон. Ничего себе. Что там от телефона нам упало? Да уберитесь вы. Нифига себе, сколько в телефоне барахла было. Вот это да. Ну, пойдем теперь внутрь. Или внутрь нельзя? А-а-а. Внутрь мы не зайдем. Ну, что я могу сказать? Тогда все получается. Мы тут все зачистили. Нужно ехать дальше. Кстати, по заданию мне нужно еще создать запасные детали. Только вот какие? Непонятно. Запаска у меня есть, кстати, в машине. Карбюраторный двигатель. Шестерня. Кустарная фара. Можно сделать. И у меня теперь будет две фары на тачке. Ой, как хорошо-то. Ночью будет кайфово гонять. Что еще я бы хотел сделать? Кустарный бампер. Почему бы нет? Прилепим его сюда. Пойдет. Всяко попрощнее будет машинка. Кустарная панель. Тоже сделаем. Прицепим ее вот сюда. Ну вот. Уже вид имеет тачка. Еще панель вот сюда надо прикрепить. И, наверное, все по панелям. Кустарная дверь. Я бы назад еще дверь сделал. Потому что без нее все может к черту повываливаться. Поэтому создаем заднюю дверь. Цепляем ее сюда. Вот. Наконец-то. Все остальное, в принципе, я могу в любой момент сделать. Поэтому... А, и дополнительный квест у нас все. Он закончился. Багажник надо закрыть. То есть мы сделали то, что нужно тут. Едем дальше. Заводим двигатель. Какие там страшные звуки. Поехали. Есть. Все, погнали. Передачу надо воткнуть только. Мы же в правильном направлении движемся, правильно? Кто бы мне подсказал. Дорога, в принципе, тут одна. Сворачивать, как бы, я никуда не рискну. Ух ты, елки-палки. Это что за фигня летающая? К ней можно подъехать или лучше не рисковать? На дронов большого похоже. Погудеть? Эй! Рухлить! Дорогу подскажешь? Как проехать до ближайшего магазина? Я думаю, что все ок. Она меня не тронет. Нормальная такая летающая штука. Ух ты, еще плазма есть. Ничего себе тут сколько валяется. Слушай. До фига и больше. Сейчас остановимся, соберем. Главное ручник поставить. Чтоб тачка никуда не укатилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет-нет-нет-нет! садись в тачку быстрее электроники хана отъезжай 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 тачку повредил знатно конечно почему я до этого электричество не видел как так вышло то сколько здоровья у тачки можно посмотреть тут никак плохо это все было очень плохо капоту бамперу досталось наверное жесть когда в целом вроде бы не сильно вроде бы не сильно если я здесь сейчас нифига себе аккуратненько сбоку подойду меня не шандарах нет ой 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 шандарахнул шандарахнул еще как шандарахнул по жопе попыточка номер два уху как меня поджарила но есть аптечка поэтому сейчас я консервы сожру консервы сожру смотри электричество поднимается вверх и тогда дуга появляется или нет я почти этот генератор распилил ахахахах почти критическое здоровье вот так вот просто я похерил все свое здоровье но есть благо аптечка сейчас восстановимся бинтики себе подкручу тут зараза можно конечно тачку подвести чтобы она на тачку свою молнию направляла они на меня так пока она бьет туда чуть-чуть осталось этому генератору еще буквально чуть-чуть давай давай есть я сломал его и электричество все да отлично фух и интересно если бы сходу на тачке въехал сюда блин какого лешего я пила это все делал у меня же молот для этого есть блин ужас какой как я про это забыл но как выяснилось пила тоже тут работает в итоге с этой плазмой так что будем иметь ввиду сколько тут металлолом это слушай чё сейчас я подлата есть немножечко и на тачке попробуем ехать вон в ту плазму думаю там будет прям вот хорошо проверить так сказать мою теорию мощности моей тачки тачка завелась поехали аккуратненько тихонечко прям со всей дури сейчас не влечу нет это не сработало только повредила мою тачку отрезаем назад значит у меня повредилась правая фара и правое крыло была дурацкая идея если честно берем отбойник и ломаем все это дело давай 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 хорош вот это я понимаю ну чё в принципе плазму я всю почти собрал он туда сейчас бегаю последняя осталась и на этом видимо все вот все вся плазма собрана нет проблем а где радиовышка холм с радиовышки пока я тут ничего такого не вижу непонятно я только вот это вот выжжу какая-то стройка огромных труб скорее всего отсюда не видно этого холма надо ехать дальше ну что ж тогда поехали а надо врубить же передачу найти радиостанцию с основная у нас задача и мы поехали 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 тут еще куча всего у нас стоит то есть можно туда сходить полутаться с попробую туда свернуть ух ты блин это не опасная штука или опасная вот не понимаю я лучше свернуть сюда я куда вообще поехал то куда-то типа левее чего манеры что за манеры радио включить играть во что играть то а вот они их нашел в радиосвязи и чё тут то без ох где же наши манеры водитель мы ведь так и не представились то без барлоу бывший главный механик бюро разработки передового резонанса мой коллега фрэнсис кук я был научным сотрудником отдела исследований и разработки изучал лим технологию прямо здесь в зоне мы живем в промежуточной зоне за второй здоровенной стеной а старая ведьма на другом конце доктор офелия тернер бывший руководителя тела исследований разработки мать лим технологий главный спец по электромагнитным явлениям довольно и местный кайфолом ну все я это прочитал получается это выходит первое второстепенное сообщение о которых говорила оффи ну типа всякая болтовня будет отправляться эсэмэсками его в принципе тоже можно было прослушать но прочитать было быстрее можно в итоге зайти то да можно можно взломать вот эту дверь ломом я так полагаю ой как хорошо лом у меня сломался был последний насчет фонарика я все хочу выяснить фонарик могу ли я его сделать к сожалению нет но уверен что в будущем мы сможем это реализовать а пока наверное мы остановимся именно здесь хоть и сохранения не было но все-таки пора уже притормозить если понравилось и ты хочешь видеть продолжение не забудь поставить лайк и подписаться если еще не подписался чтобы не пропустить следующего видео на котором мы с тобой увидимся так что до встречи